Дорогие братья и сестры, в этот праздничный день мы будем читать с вами из книги пророка Исаии, из 40 главы. Вы знаете, что Исаия самый чтимый пророк в Новом Завете. Христос и апостолы цитировали Исаию чаще всего, где-то 65 раз, а имя пророка упоминается в Новом Завете 20 раз. Ни один пророк не удостоился такой чести. Именно Исаию назвали ветхозаветним евангелистом, потому что он особенно ярко говорил о грядущем Христе, о том, что он будет рожден от Девы, что он пострадает, что он чудесно воскреснет. Он говорил о славе Божьего народа Израиля. Ему принадлежала честь заглянуть в будущее многих народов. Особенно вот в будущее своих современников. В этой 40 главе, которую мы с вами открыли, Исаия в самом начале пророчествует о том, что Бог избавит свой народ от вавилонского плена. Еще не было вавилонского плена, но Исаия был открыт, что это произойдет, потому что за грех и долопоклонство народ неизменно будет наказан Богом. И потом, когда пройдет определенное время, Бог сменит гнев на милость. И Исаия пророчествует об этом грядущем избавлении. И вот что он говорит. Мы читаем теперь с 25 стиха. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, — говорит святый, — поднимите глаза ваши на высоту небеса, посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества, и в великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль? Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Исайя пророчествовала о том, что будет переживать народ в плену в своих взаимоотношениях с Богом. Это пророчество не очень радостное. Исайя видел, что народ будет говорить следующее, «Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего». И действительно, в силу чего народ будет говорить так о Боге? Вы знаете, они были пленниками или станут пленниками, а жизнь пленников никогда не была сладкой. Их постоянно угнетали завоеватели, заставляли делать самую черную неблагодарную работу и ничего не платили. Помните 136-й псалом? Это псалом пленников в Вавилоне. Там сказано, при реках вавилонских сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. Разлука с родными местами, разлука с храмом очень здорово угнетала сердца людей. И в самом деле, вы знаете, какая это тяжелейшая проблема. У каждого человека на душе есть немало того, что он исповедует как грех. И грех должен быть отпущен. И по закону Ветхого Завета этот грех отпускался на единственном месте, там, где находился некогда храм. Именно там Бог заповедовал приносить животных во искупление человеческих грехов. И вот теперь нет храма. И вот теперь все эти грехи, которые совершали они, отцы, тяжелым грузом давили их. И вот эти обстоятельства заставляли людей сказать друг другу открыто «Путь мой сокрыт от Господа, дело мое забыто у Бога моего». Вы знаете, что делали израильтяне? Они просто заражали друг друга своим неверием. И вот в этих словах «Путь мой забыт», «Путь мой сокрыт от Господа, дело мое забыто у Бога». Бог представляется таким слабым и незначительным. Бог, который не контролирует ситуацию. Бог, который не может избавить Израиля от плена. Бог, который забыл свои обещания. Бог, который не слышит молитвы людей, стонущих от тяжелого рабства. Бог забыл нас, мы предоставлены сами себе, нет будущего ни для нас, ни для наших детей. Вот это была национальная депрессия, которая мог исцелить только Бог. И вот этому народу, который в условиях плена должен был за ответом обратиться к Писанию, Бог через Исаию дал это слово, которое должно его восстановить, которое должно вселить правильный оптимизм, возгреть веру. И Бог передает народу, через Исаия передает народу свое слово, смысл которого в следующем. Не смейте говорить, что Бог вас забыл. Переведите взор с ваших проблем на меня. Поразмыслите обо мне, о моих чудесных свойствах. Вы знаете, проблема плененного Израиля нередко повторяется в жизни верующих людей. По тем или иным причинам. Иногда верующему человеку кажется, что Бог его забывает. Вот это мнение о забывчивости Бога зиждется на нашем невежестве и на нашей привычке измерять Бога не библейскими рамками, не рамками божественного откровения, а своими собственными. Мы измеряем Бога нередко нашими обстоятельствами. О, если у нас плохие обстоятельства, значит Бог забыл, значит Бог отвернулся, ему нет дела до нас. Мы измеряем Бога самими собою. В этом смысле мы творим Бога по образу и подобию нашему. Поскольку мы склонны сердиться, отворачиваться, забывать, и по аналогии мы все эти свойства распространяем на Бога. Это мы не придаем значения, серьезного значения греху и нравственным требованиям закона. И тоже это же самое распространяем на Бога, думая, что Он вот такой беспринципный, благодушный дедушка, который никогда не взыщет за беззаконие. Дорогие друзья, вы видите, что именно богословие определяет прямым образом нашу жизнь. И вот это богословие у Израиля нуждалось в корректировке. Это же богословие нуждается в исправлении в жизни некоторых верующих. И вот через свое слово Бог открывает пять причин, в силу которых Он не может быть равнодушным и не может быть забывчивым. Это слово Исаия должно ободрить нас, должно помочь нам возгреть нашу веру. Во-первых, не говори, что Бог забыл тебя, ведь вечный Бог никогда никого не забывает. Разве ты не знаешь, прочитали мы, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог. Вы знаете, ответ скрывается в Божьем характере. Смотри на Бога и делай правильные выводы, говорит Исаия. Смотри на Бога и корректируй свое мышление, подчини чувства этому духовному мышлению. Почему слово вечный Бог имеет прямое отношение к этой теме, что Бог не забывает и не пренебрегает? При чем тут вечность? А вот при чем. Вечный значит стабильный, стабильный и предсказуемый в своих взаимоотношениях с людьми. Это мы в силу нашей переменчивости непостоянные, это мы способны разочаровывать и разочаровываться, это мы строим, а затем разрушаем, это мы забываем данное обещание. Но Бог не страдает этим комплексом неполноценности, Он вечный Бог. И вот ради нашей пользы, ради того, чтобы мы были уверены в Нем, Он связал свои отношения с людьми вечными обещаниями, вечным заветом. Завет – это договор, где Бог прописывает нам свои обязанности и где мы обещаемся что-то делать для Бога. И вот в этом вечном договоре, который Он заключил с Израилем, Бог обещал этому народу, что Он его накажет с доступничества, что Он его развеет по всем племенам земли, но и соберет его. Бог обещал, и Бог это исполнил. Дорогие друзья, в этом вечном завете Господь обещал своему народу, что его народ никогда не исчезнет. И как ни куролесил Израиль, Бог его не отверг окончательно. И Бог обещал, что Он доведет дело со своим народом до конца ради своих вечных, заветных отношений. Братья и сестры, помним ли мы, что с нами Бог вступил не во временный завет, но также в вечный завет? Этот вечный завет утвержден не на крови жертвенных животных, но на драгоценной крови Иисуса Христа. Это вечный завет, в котором Бог сказал, «Верующая в Меня имеет вечную жизнь». И Бог постоянен не только в вечном завете, Бог предсказуем и в своей любви к нам. Посмотрите, что сказал однажды пророк Еремия. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил Тебя и потому простер к Тебе свое благоволение». Дорогие друзья, посмотрите, вечный завет, вечная любовь. На нас это абсолютно не похоже. Мы можем разлюбить за одну секунду человека. Наша любовь временная любовь. Она временная, потому что мы сами здесь временные жители, но не так у Бога. Бог вечен. Если Он начинает любить, Он начинает любить вечно. Поэтому не измеряй Божью любовь своей любовью, своими чувствами, своим пониманием. Измеряй Бога Божьим откровением. Бог сказал, что Он тебя не разлюбит. И Бог сказал, что, еще раз повторю, Он дает вечную жизнь. Вечный Бог не может забыть тебя. Ты можешь положиться на Его способности. Он предсказуем, Он стабилен во взаимоотношениях. Он не изменяется. И когда Израиль это читал, это пророческое слово, он должен был вспомнить о вечности Бога и сказать, Боже, Ты выведешь нас из этого плена. Во-вторых, вторая причина. Не говори, что Бог забыл тебя. Мудрый Бог никогда никого не забывает. Исаий говорит о том, что Бог сотворил концы земли. Именно в этом факте открывается мудрость Бога. Вы знаете, не просто построить красивый дом. для этого нужна определенная мудрость. Еще сложнее построить космический корабль. Но это ни в какое сравнение не идет по сложности с устройством земли. Как Исаий говорит, концы земли, то есть всю землю в целом. Вы знаете, до создания земли ничего не было в природе. И Богу нужно было где-то найти материалы, из которых слепить земной шар, еще попутно заложить туда полезные ископаемые, предвидя, что когда-то это потребуется людям. Чтобы это сделать, необходимо нужно было хорошо знать и сопромат, и геологию. Если здесь есть люди, которые кончали технические вузы, они знают, насколько сложна наука. Вот Олег Герсонович на тройку сдал, это при его уме большом. Это сложная наука. Как говорят, если ты сдашь сопромат, тогда и жениться можно. Самая сложная наука. Бог знает все в совершенстве. Нужно было рассчитать орбиту Земли вокруг Солнца, скорость вращения вокруг своей оси, чтобы нормально чередовались и дни, и времена года. Для этого нужно быть первоклассным астрономом. А потом еще к нашей земной обители нужно подвести коммуникации, воду, свет, отопление. И Бог справился с этой задачей. Ученые до сих пор не могут понять, почему два атома водорода, один атом кислорода образует воду. А Бог знает, как это сделать. И вот для обеспечения нашей планеты водой Он ее и создал. Он обеспечил планету светом и теплом. Он зажег Солнце. И объем Солнца превышает объем Земли в 1,3 миллиона раз. Ему это удалось, потому что Бог понимает толк в ядерной физике. Именно Он разогнал ядерные реакции внутри Солнца так, что внутри, в ядре Солнца температура 15 миллионов градусов, а внаружи всего 5,5 тысяч градусов. Это как раз столько, сколько нужно, чтобы тепло достигло нашей Земли в нормальном количестве, чтобы Земля не перегрелась или слишком не подостыла. И помимо того, нужно было создать защитный экран вокруг Земли, чтобы жесткое солнечное излучение не погубило все живое. И Бог создал атмосферу. Эта атмосфера выполняет несколько функций, но прежде всего функцию защиты, а потом благодаря атмосфере птицы летают, самолеты летают, и мы дышим, растения дышат, животные существуют. Вот что сделал Бог. И для того, чтобы все это функционировало, нужно было знать химию и биологию. И Бог все это знал. Он знал, в каком соотношении нужно смешать газы, чтобы наша атмосфера была электробезопасна и не взорвалась. И когда Бог создавал растения, живые существа, Он показал себя не только выдающимся ботаником и биологом, Он показал себя выдающимся художником, невероятным дизайнером. Он создал миллионы цветков и растений красивых, пахучих, мягких, колючих, высоких, малых, толстых, тонких, сладких, горьких, кислых, пресных. Бог создал невероятное количество летающих насекомых и птиц. Он наполнил почвенный слой червями, жучками, букашками. Он воду населил невообразимым количеством рыб, крабов, змеями, крокодилами. и Бог наделил все живые существа множеством удивительных функций питания, передвижения, размножения, защиты. Я прочитал про одного жука, который в опасность выстреливает своих противников кипятком. И я подумал, ну надо же Бог сделал такую вещь, а? Какие-то жидкости у него там в брюки смешиваются, востреливает, сжигает. Вот огнемет в живой природе или альбатрос, размах крыльев три с половиной метра, он может без посадки семь раз облететь земной шар. А вы знаете, вот дятел вам знакомый, он делает пятьсот ударов в минуту в дерево. Пятьсот ударов со скоростью двадцать километров в час. Ну-ка попробуйте, разбежитесь, ударьте в дерево хотя бы со скоростью десять километров в час, вас ни одна больница не соберет, а у него даже в сотрясении мозга нет. Понимаете, Бог своим творчеством показал, что он может работать во всех стилях и жанрах, на стыке самых различных наук. Он не знает, что такое неразрешимая проблема. Он контролирует движение каждого атома во вселенной. Бог сказал, недвели малые птицы продаются за осари, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же волосы на голове сочтены. Не бойтесь, вы лучше многих малых птиц. Бог говорит, очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Мудрый Бог не знает, не знает неудачи. Он найдет выход из любой ситуации. Как ты можешь говорить, что Бог тебя забыл? Мудрый Бог никого и ничто не забывает. Известен один рассказ под названием «Было так, как будто пели ангелы». Это в октябре 42-го года. Над Тихим океаном заблудился военный самолет, и когда вышел весь бензин, он опустился на воду, затем затонул. У восьми членов экипажа было всего три надувных лодки. И так они спаслись, и вот окруженные акулами три недели провели в открытом океане. И за это время они молились. Они молились мудрому Богу. И вот несколько примеров. У них были удочки, но не было наживки, на что ловить рыбу. И вот мучимые голодом, они уже думали, какую часть своего тела использовать в качестве наживки. И вдруг они услышали громкое хлопанье крыльев. И на голову одного из потерпевших уселась морская чайка. Вы сами понимаете, что сделали тогда летчики. Они употребили ее и в качестве пищи, и в качестве приманки, наловили себе рыбы. Но вот когда они поели рыбу, они ощутили страшную жажду, это чувство было еще хуже, чем голод, тогда они опять стали молиться. Боже, мы просили у тебя еды, и ты накормил нас, мы просим воды. И вдруг на небе появляется облако, которое разразилось над ним таким дождем, что им хватило и воды. Но разве может Бог оказаться в тупике? Мы да, но Бог, в Которого мы верим, нет. И знаете, удивительно, что даже смерть прославит мудрость и заботу Бога. Вот что говорит тот же Исаия, праведник умирает, ах, ужасно. Так думают люди, но Бог по-другому, и никто не принимает этого к сердцу, и мужа благочестивая восхищается от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла, он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Так что мудрый Бог может обращать даже зло в добро. Не говори, что Бог забыл тебя. Всемогущий Бог никогда никого не забывает. Бог не только вечен, Бог не только премудр, Бог и всемогущий, на это указывают слова, он не утомляется и не изнемогает. Бог не устает трудиться, потому что Он всемогущий. Одно из славных Его имен Бог всемогущий или Бог сил. Еремия передает вопрос Бога, вот я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня. Один автор говорит очень великолепно о всемогуществе Бога, послушайте, удивительно владычество Бога над нами, самое полное, деспотическое и безболезненное, нечувствительное, предоставляющее бездну свободы, не дающие и шагу свернуть с предназначенного пути, царь самый явный и нигде не показывающийся, вмещающий все и позволяющий думать, что его нет. Вот две вещи не понимали пленные евреи, когда думали о своем положении. Первое, как же исполнится предсказание об их освобождении, ведь они совершенно бесплатная рабочая сила. Неужели царь может сойти с ума и позволить этим пленникам отправиться домой? Могут ли они поднять революцию? Ну, тогда еще Ленин не родился. Это бесполезно. И вот для них эта проблема казалась неразрешимой, но не для всемогущего Бога. Что сделал Бог, чтобы освободить этот народ? Ну, он бы мог многое сделать, но сделал он все очень просто. Царю Киру пришла идея повелеть евреям отправиться на их родину. И он пишет указ, указ царя Кира отпустить евреев на свою родину. И все. Евреи отправились в свою страну без кровопролития, без шума, без всего. Ну, Бог всемогущий. Он может даже заставить человека думать так, как ему Богу угодно. Даже великого царя. Великий царь напишет такие указы, которые Богу угодны, Бог всемогущий. И также евреи не понимали, как могут исполниться пророчества о разрушении Вавилона. Они же видели этот город. Этот город был самым великим и неприступным городом мира. А этот город был довольно большим, 30,5 километров. Только одна сторона, он располагался четырехугольником. Вы знаете, какие были стены у Вавилона? Высота Вавилона была 100 метров. Высота стен наверное где-то 30 с лишним этажей. Не знаю, есть у нас в Самаре такое здание или нет, 30 этажей. А ширина стены была 25 метров. Ну попробуйте, попробуйте, возьмите приступом такой город. Попробуйте его разрушить. Тем более, что подступы, они здорово охранялись. Водяной ров был вокруг этого огромного города. И вот в Вавилоне было очень много висячих садов, храмов, театров. была великолепно вооруженная армия, большой запас продовольствия, и кажется, что никогда этот город не может быть разрушен. Но если же будет разрушаться, то ой-ой, как долго. Но единственное, что Богу бы оставалось разрушить этот город, как Содом и Гоморру, огнем или землетрясением. Дорогие друзья, ну вот что произошло. Всемогущий Бог даже сам и не старался. Он, как говорится, пальцем не пошевелил. Ну просто он дал персам, осознавшим город, интересную идею. Они взяли, перепрудили реку, которая через центр города протекала под стеной, и они отвели воду в другое русло, подальше от города. Никто это даже не заметил. И вот вода сушилась, и тогда по этому руслу ночью персы вошли в город. Вавилоняне были как раз пьяные все. Город был взят. Как просто всемогущий Бог решает все. И всемогущим Богом лучше не припираться, ему лучше покориться. И вот это всемогущество Бога должно нас как-то укрепить, людей, которые раздумывают напряженно о своем будущем. Я недавно прочитал слова сына советского министра иностранных дел, старшее поколение не помнит такого Андрея Андреевича Громыка. И вот его сын Анатолий Андреевич предупреждал, время не ждет, России угрожают новые беды, пусть Россия впитает все положительно от социализма капитализма, тогда мы встанем на путь эволюции и избежим жестокой революции. Так вот, сын Андрея Громыка, он доктор исторических наук, он очень близок к Кремлю, я думаю, если уж такой человек нас предупреждает, Россию угрожают новые беды, чье сердце не всколохнется. Дорогие друзья, на кого нам надеяться, на людей, которые извлекут уроки и добрый социализм, капитализм, нет, мы должны уповать на всемогущего Бога, больше нам ничего не нужно, всемогущий Бог никого никогда не забывает, не говори, что Бог тебя забыл, непостижимый Бог никого забыть не может, мы прочитали с вами разум его неисследим, вы знаете, как я уже сказал, народ находился в жуткой депрессии, он верил в маленького Бога, и скорее всего люди думали, вот мы наверное должны как-то приспособиться к этой вавилонской жизни, они не знали, что Бог творец судьбы, или не верили в это, Бог любит иногда очень острые, лихо закрученные сюжеты, и мы никогда не угадаем поворот судьбы, мы можем предполагать, но чаще всего мы ошибаемся, я уже напоминал здесь как-то эту историю с праведным Иосифом, если бы вам удалось бы прийти к той яме, куда братья бросили своего родного брата, чтобы он там умер, и вы бы его спросили, Иосиф, как ты думаешь, какова твоя судьба, что Бог решил сделать с тобой, Иосиф бы сказал, ну что, вам непонятно, Бог хочет, чтобы я умер в этой яме, но Бог не постижим в своих судьбах, не следим его разум, Иосиф ошибся, его вскоре извлекают из ямы, продают в Египет, и вот он там во дворе Патифара слугой работает, если бы мы подошли к нему и сказали, Иосиф, как ты думаешь, какая твоя судьба, что хочет с тобой Бог сделать, он бы посмотрел на нас, как на маленьких несмышленых детей, и сказал, неужели вам непонятно, вот быть рабом, вот и вся моя судьба, и опять, Божьи пути, Божий разум не следим, потому что там следующий поворот судьбы, Иосиф оказывается в тюрьме, его жизнь была от хорошего к плохому, от плохого к худшему, если только бы Иосиф делал бы выводы из своей судьбы, он должен сказать бы, что-то Бог на меня прогневался, чем-то я ему не угодил, Бог хочет меня уничтожить, и вот Иосиф сидит в этой тюрьме, и если бы мы его спросили, Иосиф, как ты думаешь, какова твоя судьба, он бы сказал, быть зэком, но разум Божий не следим, Бог возносит его на великую, на великую должность быть вторым человеком в государстве, вчерашний зэк, теперь правитель, Египта, подумайте, братья и сёстры, Бог непостижим, никогда не делайте преждевременных выводов о вашей судьбе, потому что не столько вы творцы вашей судьбы, сколько Бог, ну помните этого бедного Лазаря, который собрал силы, чтобы ему указаться у ворот богача, он думал, ну уж от этого богатого человека что-то я получу для пропитания, ничего, и вот он так болел, псы лизали его раны, всё плохо, и он думал, ну, нет человека с более худшей судьбой, чем я, приближается смерть, и вот тогда он увидел, вот тогда он понял, разум Божий не следим, потому что ангелы взяли его душу, красивые ангелы, бессмертные ангелы, и осторожно и нежно понесли ее в рай, его встречает Авраам, обнимает его, говорит, сынок, ты пришел сюда, как я рад, давай здесь ты отдохни от всех земных бед, ты обретешь награду, ну разве думал, вот этот нищий и больной человек, что его ожидает именно такой поворот судьбы, наверное он роптал на Бога, может быть, наверное он смирялся перед Богом, ну что ж Господь, раз такое, ну ладно, дорогие друзья, вы знаете, наше будущее изумит нас, разум Божий не следим, что он сделает с вами, что он сделает с вашими детьми, что он сделает еще с нашей страной, не говори, что Бог забыл тебя, щедрый Бог никого не забывает, мы прочитали, что Бог дает человеку самое необходимое, он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, Бог дает самое нужное, помните, он пропитал вдову, которая приютила пророка Илью, он пропитал семь тысяч верных своих детей, которые не преклонили колен перед валом, Бог может поддержать и пропитать тебя, он щедрый Бог, он даст тебе все, что тебе нужно. Я читал про одного человека, его зовут Сергей Малышев, он служил в Афганистане, и он был опытным солдатом, его направили в отряд разведки, и вот, поскольку он был верующий человек, он уединялся для того, чтобы общаться с Богом, это было нередко, и однажды он увидел ползущую к нему змею и ужаснулся, ему некуда было уйти, и он тогда решил, если Бог со мной, кто будет против меня? И вот, он вспомнил, что у верующих в Бога будут сопровождать знамения, что даже будут брать змей, и это им не повредит, и он взял эту подползшую змею, она мирно извивалась, не подавала никаких признаков агрессии, он ее опустил на землю, положил у ног, и вот у ног этого солдата змея и дремала, так они с этой змеей и подружились, он приходил на это место, он ее кормил хлебом, молоко, водой, и змея охотно принимала этот дар, и после сытного обеда она спала у его ног, этот случай описывает журнал Вера и Жизнь, и вот однажды после вахты Сергей решил отдохнуть, и снова он пошел на свой таинственный камень за скалой, и змея приползла, это уже его друг, он взял ее на руки, и вдруг неожиданно змея обвила его шею кольцом, и уставилась ему в глаза, вот от такого сюрприза Сергей испугался, он боялся пошелохнуться, и он думал, что все его жизни пришло конец, и в этом страхе мучительном прошло три часа, потом змея неожиданно развернула свое кольцо, спустилась вниз и уползла, Сергей пошел в свой лагерь, и когда он пришел в лагерь, он не увидел ни одного живого солдата, душманы пробрались как-то очень тихо, а солдаты были выпившие, и всех их лишили жизни, и он понял, что Бог его спас, Бог щедрый, Он даст тебе то, что нужно, здесь сказано, утомленному дает силу, если ты устал верить, устал надеяться, устал жить, Бог может тебе помочь, от тебя только одно требуется, там сказано, уповающему на Господа, уповать это значит опираться, вот тот, кто уповает на Бога, тот, кто говорит Богу, ты прибежище мое, защита моя, ты Бог, на Которого я уповаю, кому все доверяю, вот тому Бог даст силы, посмотрите, какие удивительные сравнения, они поднимут крылья, как орлы, орлы летают вот в этих сферах, они оторваны от всего земного, вот так и Бог позволит тебе обитать в этом непосредственном общении с Ним, ты не будешь заземленным человеком, и сегодня Бог призывает тебя к доверию Ему, Он призывает тебя к покаянию, Он говорит тебе, что ты не забыт, приди к Нему с покаянием, может быть, кто-то уже ходит изрядно в нашу церковь, и вы чувствуете, что Господь не раз касался вашей души, не раз призывал вас к покаянию, может быть, сегодня для вас это день, когда Бог тебе говорит, ты не забыт, я хочу, чтобы ты доверился мне, тогда поднимешь крылья, как орел, не утомишься, не устанешь, Бог тебя защитит, Бог тебе поможет, так что, взирая на эти чудесные Божьи качества, верь Ему свою жизнь, покайся перед Ним в своих грехах, ты можешь это сделать, если пройдешь сюда помолиться, как в прошлое воскресенье делали люди, ты можешь после служения подойти к любому из пастырей и сказать, я хочу с вами помолиться, я прошу тебя об одном, дорогой друг, сделай так, как сейчас тебе подсказывает твое сердце, если оно зовет тебя к покаянию, не удерживай этого момента, приди к твоему Богу, к Богу, который ни за что не может забыть тебя, аминь, помолимся. Великий Господь, мы благодарим тебя, что мы имеем тебя, славного Бога нашего, в этом мире так мало радости, Господь, нет никакой надежды в людях, потому что они изменчивы и думают только о себе и заняты собою, Господь, люди бессильны, чтобы что-то исправить в этом мире, который погряз в грехах, беззаконии, в коррупции, Господь, но слава тебе, что ты есть у нас, наша надежда, Бог, промыслитель, мы благодарим тебя, что тебе не безразличен ни один из живущих, благодарим тебя, что ты сегодня сказал нам, что ты обозреваешь всю землю, и ты желаешь помочь человеку, Господи, ты знаешь людей в нашей церкви, которые сегодня нуждаются в твоей помощи, дай таким людям прийти к тебе, дай им помолиться с кем-то из служителей, дай им, Господи, сегодня новую жизнь, дай им сегодня избавление от всех беззаконий, которые гнетут, дай им сегодня принять решение умирать для себя и жить для тебя, ты произведи все эти чудные желания, о Боже наш, помоги нам не терять присутствие духа, помоги нам надеяться на самое лучшее, потому что оно неизменно придет, ты обещал верующим в тебя вечную жизнь, и ты вовсе не говорил, что на этой земле нам будет хорошо, Господь, помоги нам жить твоим откровением, помоги нам понимать твой характер и строить наше упование на том, какой ты действительно есть, а не таким, каким мы тебя воображаем, Боже, помоги нам, Боже, спасай людей, тебе доверяем мы все, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok